Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами общественного саянского телевидения. В студии для вас работают ведущая Элина Ульянова и оператор Юрий Кузьменко. Смотрите в этом выпуске. В Приангарии наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. В администрации Саянска прошло оперативное совещание по распространению коронавирусной инфекции. На заседании родительского совета обсуждали вопросы качества школьного питания. Начался осенний призыв. В Приангарии наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции. В медучреждениях Иркутской области вновь разворачивают дополнительные койки для лечения пациентов с COVID-19. В Приангарии наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила начальник управления организацией медицинской помощи Министерства здравоохранения Иркутской области Ольга Дзертышникова. К сожалению, наблюдается рост числа заболевших граждан. Причем в эпид-процесс вступают граждане более молодого возраста, нежели это было по началу развития эпидемического процесса в марте-апреле месяце. Коль скоро у нас в июле месяце было достигнуто какое-то плата по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией, у нас начался процесс свертывания коечного фонда, который мы разворачивали на протяжении нескольких месяцев для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Максимально на 10 июля текущего года у нас было развернуться 3384 кольки, 27 медицинских организаций в области. С 10 июля мы начали процесс обратный, сворачивать начали развернутые отделения, поскольку шло снижение заболеваемости во всех территориях, в том числе и в городе Яковске. Однако на сегодняшний день, во второй декаде сентября, наблюдается рост заболеваемости инфекцией, в связи с чем мы, конечно, вынуждены предпринимать соответствующие меры. Сейчас в регионе развернуто 1600 коек для лечения пациентов с COVID-19. Ведется работа по открытию инфекционных госпиталей. Мы планируем в ближайшее время, буквально с 1 октября, вновь развернуть коронавирусный госпиталь на базе городской клинической больницы номер 10, 120 коек, и на базе областного гериатрического центра, 55 коек. Поскольку пациентов достаточно много, они требуют стационарного лечения. Это при том, что по области 84 амбулаторно-поликлинических учреждения, поликлиник, осуществляют лечение пациентов в амбулаторных условиях. Ольга Дертышникова также рассказала о ситуации со вспышкой COVID-19 в Устилимском доме-интернате для инвалидов. Там заболел 41 человек. Это проживающие в социальном учреждении и его работники. У всех инфекция протекает в легкой или средней форме. Как только была выявлена вспышка, областной Минздрав принял решение направить в Устилимск главного эпидемиолога региона для решения вопросов организации медицинской помощи в данной ситуации. Для усиления также направлены анестезиологи, реаниматологи, терапевты и инфекционисты. Вся необходимая помощь оказывается. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции крайне напряженная. В городской администрации состоялся оперативный штаб, на котором были обозначены меры противодействия распространению заболевания. 81 человек ежедневно будет прирост. Самое страшное из этого, это то, что очень много у нас выявляется, так называемых, которые бессимптомны. Причем выявляются они абсолютно случайно. При прохождении каких-либо видеосмотров. В Саянске возрастает количество заболевших коронавирусной инфекцией. Главная задача избежать новых случаев заражения среди взрослого и детского населения, обеспечить должный санитарный режим. Жесткий контроль должен соблюдаться на промышленных и в торговых предприятиях, дошкольных и школьных учреждениях. Практики возвращения к дистанционному обучению хотелось бы избежать. Отдельно обращаюсь к нашим предпринимателям. Я так понимаю, никто не хочет повторения апреля, когда все поголовно закрылось. Но если мы не будем соблюдать меры предосторожности, не в интересах бизнеса закрываться, а мы будем вынуждены это делать, если пойдет такая. Сейчас очень опасная ситуация. Уже дольше минусовые температуры. Буквально недельки, две, три, дневные начнут. Обращаюсь к руководителям предприятия. Понимаю, что это сложно, тяжело, но это необходимо. Утром и вечером при передвижении на работу, но обеспечьте людей вас как. Тревогу вызывает увеличение числа больных ковид с бессимптомным течением заболевания. Ситуация по регистрации случаев ковид на территории города и количество контактных лиц меняется ежедневно. Вот, например, вчера. Вчера уже в конце рабочего дня нам пришла информация из управления. И зарегистрировано 17 случаев ковид. Это город Зима и город Саянск. Это тех, скажем, лиц, которые были вне поля зрения здесь наших служб города. Это те лица, которые находились в городе Иркутске, ну, так скажем, самостоятельно. Поэтому мы сегодня будем отрабатывать вот этих лиц и их родственников, контактных. Все специалисты, прежде чем прибыть на работу в Саянске с других регионов, должны иметь необходимые результаты медицинских анализов. С 1 октября вводится ограничение на проведение массовых мероприятий. Преофилактическими мероприятиями названа вакцинация против гриппа, ношение средств защиты, соблюдение дистанции. Среди лекарственных препаратов рекомендованы орбидо или артифлю, гриппферон. В муниципальной аптеке медицинские маски будут предлагаться по цене от 11 рублей за штуку. Открываются новые ковидные госпиталя. До нас это еще не дошло, но уже Иркутск-Ангарск, то есть заново. Плюс еще в процесс по Иркутской области вовлечены и учащиеся средних специальных заведений, которые также проживают в общежитии. То есть самоизоляция, расселение и так далее. То есть если мы не соблюдать будем те банальные меры, которые нам предписаны, используются МИР, то, к сожалению, у нас количество заразившихся будет гораздо больше. Управляющими компаниями будет проводиться дезинфекция подъездов во всех жилых домах города. Специалисты Дорожной службы займутся обработкой остановок и детских игровых площадок. Дезинфицирующие средства для наш города закуплены в полном объеме. В Дворце культуры Юной состоялось расширенное заседание Городского родительского совета. Основным вопросом повестки дня стала организация качественного горячего питания в школах и детских садах города. В Дворце культуры Юности состоялось расширенное заседание Городского родительского совета. В зале присутствовали работники школ, детских садов города, специалисты администрации и управления образованием, родительская общественность, представители компаний, организаторов школьного питания, вкуснодел и продукт-сервис. Приветствовал участников встречи мэр Саянска Олег Боровский. Своё обращение к залу он начал с информации о распространении коронавирусной инфекции в регионе и в городе. На сегодняшний день обстановка остаётся напряжённой. В Иркутской области продлён масочный режим. На 1 октября в Саянске выявлен 81 случай заражения коронавирусом. Необходимо соблюдать все меры безопасности. Постарайтесь, если вы куда-то идёте, куда-то в магазин, что вы имеете при себе маску, зашили, одели, вышли, хотя бы так. Главным вопросом повестки дня стало качество школьного питания. Этот вопрос, подчеркнул Олег Боровский, будет под постоянным контролем специалистов администрации. С понедельника мониторим питание еженедельно. Еженедельно мне на планёрке докладывают, что дети ели в течение недели. Будет ещё нарушения со стороны вкуснодела, будем расставаться. Глава администрации подчеркнул, что важную роль в контроле за качеством питания детей играет активность их родителей, которые должны принимать в этом процессе непосредственное участие. Очень хорошо, родительские комитеты, вы имеете полное право прийти, проверить качество питания. У вас есть, и сейчас, я думаю, когда вы будете избирать новый состав и школьного, и городского, обязательно это надо учитывать. Кроме родителей, никто лучше не проверит. Далее состоялся диалог мэра с родителями, которые задавали самые разные вопросы. Ещё раз напомнили о просьбе убрать из меню пшено, которое дети, как правило, не едят. Говорили о том, что порой повара не успеют накрыть вовремя, поэтому порции бывают холодными. Что в меню одного из детских садов очень часто фигурирует капуста. Попросили заменить на завтраки серый хлеб на белый. Также прозвучала просьба составлять перспективное меню на 20 дней, чтобы оно было более разнообразным. Разговор получился конструктивным. Все пожелания и замечания были приняты к сведению. Такие собрания планируется проводить ежеквартально. На заседании также прошли выборы нового руководства городского родительского совета. Председателем был избран представитель родительской общественности детского сада номер 22 Фёдор Михалёв, заместителем председателя представитель школы номер 2 Екатерина Больших Шапок. Более 70 соянцев, по данным представителей военного ведомства, планируют отправить на службу в ряды вооруженных сил. Коронавирус вновь, как и весной, по данным военных, внес свои коррективы в призывную кампанию, которая начинается с 1 октября. Для того, чтобы свести к минимуму все риски заразиться ковид, военным ведомствам организовали все необходимые меры предосторожности для того, чтобы не занести заразу с гражданки войска. В соответствии с указом президента Российской Федерации на территории Иркутской области, в том числе, включая муниципальное образование город Саянск, Зима-Зиминский район, проводятся мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу. Но особенность мероприятий заключается в том, что соответственно выполняется мероприятие по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Что оно у себя включает? Во-первых, обязательный масочный режим, во-вторых, проведение термометрии и выявление граждан, имеющих признаки коронавирусной инфекции. Также предусмотрено при выявлении граждан, имеющих признаки коронавирусной инфекции, в военном комиссариате подготовлено помещение для изоляции данных граждан с последующим их доставкой, соответственно, лечебные учреждения города либо района. Осень на военную службу призовут более 70 саянцев. Это чуть меньше, чем прошлой весной. Учитывая осеннее наступление COVID-19, отработанные весной антиковидные меры на базе военного комиссариата решили не менять. При входе на призывной пункт обязательно бесконтактные термометры. Медицинские посты проверят температуру у призывников. Весенняя призывная кампания проводилась в таких же условиях. В условиях принятия мер по недопущению коронавирусной инфекции изменений никаких в осенней кампании нет. Все будет проводиться в таком же порядке и последовательности, как проводился весенний призыв граждан на военную службу. Важный момент. Тех призывников, кого же готовы отправить со сборных пунктов воинские части, получат одноразовые медицинские маски и гель для санитарной обработки рук. Но даже те, кто здоров по прибытии к месту службы, посадят на 14-дневный карантин. Возведение крытого хоккейного корта продолжается. Этот грандиозный проект с нетерпением ждали все любители ледового спорта. Темпы строительства оценила наша съемочная группа. Масштаб стройки впечатляет. Уже практически возведен каркас будущего крытого хоккейного корта. Завершается укладка фундамента. На наших глазах осуществляется долгая-долгая мечта саянских любителей хоккея, как детских, так и взрослых всех возрастов. Долго-долго это мы ждали, планировали и мечтали об этом. Ну и вот, наконец, благодаря нашему руководству города все это у нас осуществляется. Планируется закончить работы в срок, все в графике. Возможно, во второй половине ноября планируем провести шикарное открытие. Шеф-монтаж осуществляет специалист фирмы-поставщика Алтай-Тент. Работы идут по графику. Мобильное здание, просто его, возможно, будет даже очень практично использовать. И летом тоже его планируем использовать. Зимой в нем будет установлен теплый туалет. Лед будет натурально. Сделать искусственный лед. Мечта у нас остается живой. По поводу искусственного льда, чтобы он прямо был вообще круглогодичный у нас лед. Таких в области не так уж и много. Мечта остается. Также в планах пригласить в город тренера по фигурному катанию и развить Саянский этот красивый вид спорта. Современные технологии с каждым годом все активнее входят в нашу жизнь. Минувший вторник на базе третьей Саянской школы состоялось торжественное открытие Центра цифрового и гуманитарного развития «Точка роста». Целью данного проекта является создание условий для внедрения среднего образования, а также новых методов обучения и воспитания образовательных технологий, обеспечивающих освоение школьниками основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического и гуманитарного профилей. В этом году по всей стране открывается более двух тысяч точек роста. У нас в городе открываются три точки роста – в гимназии, в пятой школе и у нас в третьей школе. Направления рекомендованы для точек роста ОБЖ, технология и информатика. Но вообще организаторы не ограничивают в направлениях деятельности, поэтому каждая точка роста может работать в своем формате, в своем направлении. Центры точки роста оснащаются мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами, манекенами, что существенно расширит возможности школьников. Не первый год на базе третьей школы работает собственная студия телевидения и новое оборудование, по словам юных телевизионщиков, придется как никогда кстати. В нашей школе уже третий год развивается студия 13 кадров. С появлением точки роста в нашем городе, я думаю, мы сможем развиваться еще больше. У нас есть множество идей, реализация которых может произойти уже сегодня. На открытии центра помимо педагогов и школьников были приглашены представители городской администрации управления образования Саянска. Удивлением для всех стал необычный проект старшеклассников. Собравшихся приветствовала голографический помощник София. Мы приглашаем вас на нашу научную вечеринку, где вы можете познакомиться с нашими достижениями, готовыми разработками и планами на будущее. А сейчас, извините, мне пора на самодиагностику. Право открытия нового специализированного класса было представлено директору школы и заместителю мэра города Саянска по социальным вопросам. И здесь тоже не обошлось без сюрпризов. На специальном подъемнике была поднята традиционная красная ленточка. Позже мальчишки продемонстрировали роботов, которых собрали в течение месяца из частей конструктора и добавили самодельные детали. Эти машины уже могут самостоятельно танцевать. Со временем, признались ребята, они научатся разговаривать и выполнять новые команды. Я занимаюсь робототехникой уже с третьего класса. С появлением точки роста у нас будет больше возможностей для программирования, для разрабатывания этого всего. Раньше мы собирали такие славы, маленькие механизмы, а сейчас у нас уже есть готовый проект, очень большой и масштабный. Это танцующие роботы. Дети часто выбирают те профессии, которые видят. А новый образовательный проект поможет изменить эту тенденцию и направить ученика в выборе будущего призвания, уверены преподаватели. Кроме того, с помощью точки роста можно не только выявить талантливых детей, но и позволить каждому из них выбрать интересующее направление и реализовать на практике свои способности. Позже организаторы проекта провели для собравшихся небольшую пресс-конференцию и ответили на все возникающие вопросы. Конкурс творческих работ «Скажи спасибо учителю» вышел на финишную прямую. Каждый житель области в этом проекте имел возможность высказать слова благодарности педагогам. В конкурсе приняли участие ученики 4-й Саянской школы. Областной конкурс творческих работ «Скажи спасибо учителю» выходит на финишную прямую. Конкурс традиционно приурочен к Международному дню учителя, его организаторы – региональное отделение партии «Единая Россия» и депутаты ЗАГС Собрания Иркутской области. В рамках конкурса каждый житель региона имел возможность высказать слова благодарности педагогам по электронной почте. В номинации «Скажи спасибо учителю» в конкурсе приняли участие ученики 9-го Г-класса 4-й Саянской школы. Они отправили на конкурс пять своих работ. Девятиклассники посвятили сочинение своему классному руководителю Людмиле Афанасьевне Никифоровой. Дистанционное обучение позволило нам ощутить беспомощность в усвоении учебного материала. Очень не хватало жилого общения как с учителем-предметником, так и с классным руководителем. Мы очень скучали по школе, по классу, по одноклассникам и, конечно, по учителям. За этот период мы поняли, как дороги нам учителя, и мы учитель русского языка и литературы – Никифорова Людмила Афанасьевна. Она очень мудрый и чуткий человек с хорошим чувством юмора. Свои уроки Людмила Афанасьевна подкрепляет историями своей жизни, практики в школе, поэтому на них никогда не бывает скучно. Людмила Афанасьевна всегда привела нам любовь к русской литературе, старалась приучить нас быть честными, образованными и, самое главное, порядочными людьми. Она учит нас быть грамотными, потому что быть невежей – это стыдно. Пройдут годы, многое изменится. Мы станем взрослыми, получим любимые профессии, но обязательно когда-нибудь вернемся в наш уютный класс, где мы сидели за партами, где учились русскому языку и литературе, много разговаривали на разные темы. Мы придем в класс к своему учителю Людмиле Афанасьевне. Сила современного учителя в любви к детям, желании им добра, признании и уважении личности воспитанника, способствованию свободному развитию и совершенствованию его душевного мира. Всего этого трудно достичь, не овладев искусством индивидуального подхода к школьнику. А для этого надо знать и понимать личность ученика, владеть способами воспитательного воздействия на него. И что особенно важно, самому быть постоянно развивающейся и совершенствующей личностью. Ибо личность воспитывается личностью. Девятый Г-класс четвертой школы пятый год подряд становится победителем городского марафона и обладателем звания «Суперкласс» в своей параллели. Эти симпатичные и дружные ребята ежегодно становятся лучшими в спорте, интеллектуальных играх, творческих, общегородских конкурсах. И немалая заслуга в успехах этих детей и их педагогов. Я хочу поздравить коллег своей школы, в которой я уже работаю более 25 лет, коллег школ города с Днем Учителя, чтобы месяц октябрь разукрасил их жизнь всеми осенними красками, чтобы они жили и радовались, гордились своими детьми, их успехами и, конечно, своими успехами. Потому что учитель, как дети писали, это не профессия, это призвание. И я думаю, что мы все выполняем свой долг, как дети тоже упоминали в сочинении, и прививаем и разбиваем у них активную жизненную позицию. Победители областного конкурса «Скажи спасибо учителю» будут определены не позднее 15 октября. Они получат дипломы первой, второй и третьей степени в каждой категории. Всем участникам вручат сертификаты за участие в конкурсе. Преподавателям, которым участники посвятили конкурсные работы, вручат благодарственные письма. Торговцы овощами и фруктами зазывают покупателей. Снизились цены на яблоки, набеги популярности виноград на любой вкус. Особенно радует крупный вкусный кедровый орех. Нынешний год на орехе оказался урожайным. Ах, орешки, объедение, заглядение, удивление. Богатые витаминами природный продукт из леса вестима радуют и внешним видом. Орех нынче крупный и вкусовыми качествами. О пользе кедрового ореха знают все, потому спешат отведать. В этом году орехи хорошие, свежие урожаи. Клограмм 375. Они крупные. Хорошо берут. Копатель, жалоба нету. А в прошлом году как было с орехами? В прошлом году и мелкий был, и там мусора много было. В этом году хороший орех. Поставщик хороший в этом году. Подешевели яблоки. Стоят румяные. От 90 до 160 рублей за килограмм. Широкий выбор винограда. Сейчас сезон. Успеваем есть. Виноград самый дешевый – 120 рублей. И самый дорогой – 180. Виноград подорожает уже. Сезон заканчивается. Я вижу большой ассортимент. Ассортимент хороший. Длиния – это 70 рублей. Арбуз 35, есть 25, есть арбуз. Чем удивляете? Что новинка есть? Новинка. Ягоды есть, что пойдет. Салат микс там мой есть. Сейчас зимой будет ягоды много. Клубника будет еще. Черника там, голубика будет. Еще маленькое время есть. Через месяц много сортиментов еще будет. По 325 рублей за килограмм предлагается манго. У этой вкусняшки сезон. Плод вкусен и мясист, но по цене все же дороговато. В ближайшее время ожидается повышение цен на вкусную и полезную плодо-овощную продукцию. Потому успеваем полакомиться и угоститься. Футбольная команда Саянской гимназии заняла третье место в финале общероссийского проекта «Минифутбол» в школу 2020. С 21 по 26 сентября в Москве проходил всероссийский финал проекта «Минифутбол» в школу, в котором приняло участие более 20 тысяч школ, а это около полутора миллионов игроков. Команды соревновались в четырех возрастных категориях. Приятно отметить, что футбольная команда Саянской гимназии заняла третье место. Мальчишки играли в возрастной категории 2004-2005 годов рождения, уступив команде из Башкирии, которая взяла золото, и школьникам из Воронежской области, забравшим серебро. Первую игру у нас не получилось, маленько здесь и тактические, и с самолета видно, перепад все-таки часовых поясов. И 2-0 мы проиграли центральному округу. Но потом вроде ребята взялись, тактику маленько поменяли, выиграли у Норильска. Запорядка у нас еще была команда Норильская, я забыл. То есть, и там команда очень сильная была с Коми и Сыр, северо-западный округ. Конечно, выиграли 2-1 на последних минутах, и в результате получил травму игрок основной нападающий Суханов Антон. И мы вышли в полуфинал со второго места. Несмотря на большое количество участников соревнований, наша команда выступила достойно, уверен тренер Саянцев Геннадий Григорьев. Работу мальчишек он оценил на твердую четверку. Также большой вклад в подготовку гимназистов нес учитель физкультуры гимназии Александр Толкачев. В принципе, уверен Григорьев, победу мальчишек можно смело считать триумфальной. Войти в число лучших на таком уровне уже большая победа и достижение. Я считаю, итог для Саянска при таком количестве участников, в общем-то, очень хороший. Конечно, хотелось бы подняться выше, но, кажется, судьба так развела, что не получилось у нас с основным игроком. Я считаю, ну, на твердую четверку мы выступили, могли на пятерку. Но эти же ребята еще остались, им еще выступать два года, так как они учатся в десятом классе. Так что шансы подняться выше у нас есть и в этом. А через год они опять играют в своей возрастной группе. Так что, я думаю, мы постараемся подняться повыше. Победа саянских гимназистов, уверен Геннадий Григорьев, это успех не только тренерского состава и самих игроков, но и победа нашего города. Сегодня в Саянске созданы все условия для выступления в игровых видах спорта на соревнованиях различного уровня. Администрация и впредь планирует продолжать создавать условия для занятий спортом для каждого жителя, ведущего здоровый образ жизни. Дважды два четыре. Второго октября отмечается Всемирный день таблицы умножения. Таблицу умножения нужно знать, считают саянцы, которые и спустя многие годы после окончания школы помнят ее отлично. Тотальная проверка знаний. Второго октября отмечается Всемирный день таблицы умножения, который полагается знать на зубок. С заданием вспомнить привычную систему исчисления справляются практически все. Что ее не помнить-то? Ее всю жизнь помнишь? 6 у 6? 36. 5 у 6? 35. 9 у 6? О, это что-то надо подумать. 9 у 6. 6 у 9, 54. То есть навсегда заложено, да? Да, что заложено, то заложено. Помните умную таблицу умножения? Конечно, да. 9 у 9? Ой, 81. 7 у 9. Ой, спрашивайте такое у меня, по математике тройка. 63. То есть вы знаете полностью таблицу умножения, помните ее твердо, да? Конечно. 5 у 5? 25. 5 у 6? 56. 5 у 7? 35. Зачем же помнить на зубок таблицу умножения, если калькулятор есть, допустим, в телефоне? Такие знания развивают память, логику, так сказать, помогают держать мозг в тонусе. Старейшая известная таблица умножения обнаружена в Древнем Вавилоне и имеет возраст примерно 4 тысяч лет. Старейшая десятиричная таблица умножения найдена в Китае и датируется 305 годом до нашей эры. В свое время введение заучиваемой наизусть таблицы умножения революционизировало устный и письменный счет. Знать таблицу умножения – это себя уважать. Так считают все знайки. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова